Мурманский порт самый крупный из расположенных за полярным кругом и самый северный из незамерзающих портов России. Именно здесь базируются все суда единственного в мире атомного ледокольного флота российского. В том числе первый, легендарный Ленин. Он нес службу в Мурманском пароходстве с 1959 по 1989. Проработал на 5 лет дольше, чем было запланировано проектом. Товары и грузы поступают в Мурманск по железной дороге из Санкт-Петербурга, а дальше их ждет Северный морской путь. Он соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты России. Проходит через моря Северного Ледовитого океана. По этой трассе на восток везут технику, строительные материалы и продовольствие. На запад минеральное сырье, жиженый газ и рыбу. Естественная продолжительность навигации на севере всего 2-4 месяца. Ледоколы сделали ее круглогодичной. В России сегодня уникальный, я хочу это подчеркнуть, уникальный, самый большой ледокольный флот в мире. И это наше огромное конкурентное преимущество. Колоссальные возможности для развития логистики, промышленности, создания новых рабочих мест, для комплексного обустройства арктических городов и поселков, реализации проектов действительно глобального уровня. Первый атомный ледокол строили в Ленинграде. Три года. Специально создали 76 новых типов механизмов и 150 видов оборудования. Вместо обычной клепки, например, применили электросварку. Корпус стал в три раза крепче. Атомный ледокол Ленин к спуску готов. Новый флагман ледокольного арктического флота делает первые метры своего большого пути. Флаг на атомоходе «Ленин» был поднят 3 декабря 1959-го. Длина судна 134 метра, ширина 27. В кормовой части размещалась взлетно-посадочная площадка для вертолетов ледовой разведки. Максимальная скорость на чистой воде 33 километра в час. Экипаж до 200 человек. Без дозаправки Ленин мог работать целый год. В день использовал всего 45 граммов ядерного горючего. Столько умещается в спичечной коробке. Для сравнения, его предшественники – дизельные ледоколы – расходовали 5000 тонн мазута в месяц. Мирное применение атомной энергии, наоборот, поощрялось и демонстрировалась открытость в этом отношении. Даже слова Никиты Сергеевича Хрущева касательно того, что ледокол «Ленин» будет ломать не только льды океанские, но и льды холодной войны. То есть будет нести, точно цитату не помню, будет нести в ума и сердца людей о том, что атомные технологии нужно применять в мирных целях. Сегодня «Ленин» – музей. Атомное топливо, конечно, выгружено, но сама установка, расположенная в центральной части судна, хорошо видна туристам. Она, как и в момент спуска на воду, абсолютно безопасна. Вот сейчас мы с вами по верхней палубе идем. Вот как раз здесь располагаются каюты младшего командного состава. А вот перешагнув через комикс, можно заглянуть, посмотреть на аппаратную ядерного реактора. И здесь абсолютно не опасно? Не нужны какие-нибудь свинцовые рубашки? Нет, не нужно. Зона полностью экранирована. То есть, первое, сами конструкции находятся в таких вот конструкциях, называются кессонобакожелезоводной защиты. Они экранируют большую часть ионизирующего излучения. Поэтому даже в аппаратную люди уже зайти могут. Управление ядерным реактором, как и другими механизмами и системами новейшего атомохода, было полностью автоматическим. Человек лишь наблюдал за приборами из этого зала. Сама установка, по своей сути, это такой большой кипятильник. В следствии того, что ведет процесс деления ядер урана, освобождается много энергии и тепла. И вот это тепло, оно как раз-таки позволяет нагревать воду, преобразовывать один из контуров в пар. Пар от реакторов по сложной системе труб отправлялся в машинные отделения. И уже здесь шел в турбины. Всего на ледоколе их было четыре. 3850 оборотов в минуту делала каждая из них. Так рождалось электричество на Ленине. Ледокол, несмотря на название, вовсе не колит лед, а ломает. Пологая носовая часть наползает на льдину и крушит ее своим весом. Ленин – это 16 тысяч тонн. Он был способен преодолевать льды толщиной до двух с половиной метров. На судне есть такой шум. Шум от движения корпуса во льду. То есть вот этот шум, скрежетом не назовешь, но именно шум корпуса, железа, ломающий лед, или когда лед ломается, он всегда присутствует. Но ты к этому так быстро привыкаешь, что даже если вот когда ледокол работает все время, и ты спишь, все нормально, когда ледокол выходит на чистую воду безо льда, ты наоборот просыпаешься от того, что тихо становится. Любое изменение движения корпуса ты ощущаешь кожей. По навигации 1978-го Ленин провел во льдах рекордные 13 месяцев без захода в порт. Сменяли только некоторых членов экипажа с помощью встречных судов. Прямо руль. Прямо руль. Так, держать. Так, держать, вот прямо. Мы находимся на ходовом мостике атомного ледокола «Ленин». Функционально мостике управления атомного ледокола с тех времен далеких на современных ледоколах ничем не изменилось. Как управлял вахтенный матрос ледоколом с точки зрения рулевого устройства, так он управляет. То есть не капитан здесь стоял? Не капитан здесь стоит. Здесь стоит вахтенный матрос, которому дают команду старшей вахты, либо капитан. Вот телеграф, который был в те далекие времена, которые сейчас, единственное поменялось. То есть раньше ты телеграфом через штуртрос управлял двигателем, то сейчас маленький двигатель ты двумя пальцами можешь управлять. Раньше были мужчины накаченные, сейчас менее накаченные, только качаются в тренажере. Валентин Давыдянс прослужил на атомных ледоколах 40 лет. Из них 8 на «Ленине». Советчиков много, нет ничего лучше, чем горе ближнего. Поэтому идем. Я же привык на этих судах обходить каждую льдинку. А здесь одна плавает, но мне говорят, ну мы что там, не ледокол что ли, давай. Время обеда. Ну я с полной дурью, как говорят, на эту льдинку. Забыл, как в школе учили, что одна седьмая наверху, а остальное под водой. Ну все со столов улетело там и прочее, и прочее. Зато улетел капитан на мостик. Все советчики быстро слиняли с мостика. Ну, выслушал все магические слова в свой адрес. На борту «Ленина» было предусмотрено все, что могло понадобиться для долгой автономной жизни в рейсе, включая экстренные случаи. Больше 200 операций провели в медицинском блоке ледокола за все время работы. Лечили здесь не только экипажи проводимых судов, но и жителей Арктического побережья. Многие только здесь впервые сделали рентген и получили профессиональную помощь. Ставили пломбы, случалось, вырезали аппендицит и повышали иммунитет. Не скоро выглянет скупое арктическое солнце. А здесь, на борту ледокола, зажигается свое, искусственное. В течение долгой полярной ночи необходимую дозу целительного ультрафиолета получает каждый член экипажа. На каждом ледоколе такие бытовые условия, что только ленивый может их не использовать. Индивидуальная каюта, душ, туалет. Есть два спортзала, сауна, солярий. Я когда начинаю рассказывать это своим родственникам, мне брат особенно удивляется. Вам еще за это зарплату платят? Я говорю, да, не поверишь, я зарплату платят. Огромная столовая по вечерам превращалась в кинозал. По субботам в музыкальном салоне устраивали танцы. Там и сейчас стоит рояль. Женщины составляли почти 20% экипажа. Все они жили у нас в носу, носовые каюты. Название было «Носовая деревня». Всегда любили делать учебные тревоги пожарные или борьба с водой. В пятницу был в бане женский день. Поэтому, когда они там купались, день вдруг прибегает подло матросов с погружными насосами, со шлангами и прочим. Да, тревога есть тревога. Интерьер первого в мире атомохода, получившего имя Владимира Ленина, отделан карельской березой и кавказским орехом. Не обошлось и без профиля вождя на одной из панелей. До сих пор у нас ледокол Ленин находится в составе флота. Просто измененного класса, если раньше он был атомным ледоколом, то сейчас он является судном-музеем. Это у нас салон капитана, который является неотъемлемой частью каюты капитана. Как вы видите, сохранился практически в первозданном своем виде. Видно, что переборки отделаны ценными сортами дерева. Здесь это конкретно у нас клем птичий глаз. В данный момент по правилам или по требованиям, даже лучше сказать, противопожарной безопасности, а также Российского морского регистратора судоходства, вообще отделка деревом уже запрещена. Первый в мире атомный ледокол «Ленин» отработал 30 лет. Участвовал в 26 арктических навигациях, провел 3741 транспортное и ледокольное судно, прошел 654 тысячи морских миль, расстояние равное 30 кругосветным путешествиям по экватору. На вечную стоянку «Ленин» встал в порту Мурманска в 2009 году, но экипаж продолжает нести вахту. Все 12 существующих сегодня в мире атомных ледоколов спроектированы в Советском Союзе и России. К 2030-му спустят на воду еще три. От «Ленина» они переняли установку, которая модернизируется, и на последних ледоколах модернизированная атомная установка «Ритм-200». Что чувствуете рядом с ледоколом? Поэтому гордость за страну чувствую, и радость, что жизнь была отдана работе на этих прекрасных ледоколах. Все новые атомные ледоколы уже четвертого поколения. С заводов приходят сюда, в порт Мурманска, и здесь начинают службу. Каждый экипаж обязательно отдает честь ему, первому легендарному «Ленину». Редактор субтитров А.Семкин